Я думаю, что вы со мной согласитесь, что в нашей стране, в ее реалиях, установление и соблюдение правил игры зависит исключительно от первого лица. Вот какое будет первое лицо, если оно пойдет на то, чтобы принудить всех остальных олигархов к соблюдению правил игры, то это возможно сделать, да или нет? Это все не так просто. Это уже не конституция кучмы. Если оставаться в правовом поле, это крайне невыносимо тяжелая задача. Однако? Однако, что всегда как минимум может сделать порядочный человек, находясь у власти, он может превратить пирамиду в трапецию. Класс. Он может отрезать коррупционную верхушку. Понимаете? У нас ведь государство-то развалено, у нас ведь иллюзия. Вот у нас такое какое-то... Государство, как, опять же я говорю, система управления властью, вершение справедливости, обеспечение справедливости, безопасности и так далее. Абсолютно. Ну, просто люди привыкли считать, что Украина – это государство, а для меня Украина – это страна, которая... И только некоторые знают, что его нет. Да, да, да. И только некоторые знают, что его фактически нет. Потому что функциональные пирамиды, они заменены коррупционными. Вот эти вот мурашки, которые бегут, 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 несут, несут, несут. А более того, несут не просто наверх, а те, кто внизу, они же приворовывают по дороге. Да, конечно, не все доносят. И они же внизу, конечно. Проблема не в том, что несут, а в том, что не все доносят. Нет, проблема и в том, и в другом. Понимаете, когда наверху берут, то нижние всегда могут сказать, что это для того. Наверх. Понимаете? Конечно. Вот и все. И на самом деле, если человек искренне желает установления новых правил, он отрежет эту пирамиду. Понимаете? Он просто перестанет брать. Он просто перестанет вымогать доли, залазя, забираясь гельминтами вообще, как бы, да, в чужие бизнесы вообще. Вот эта вот история гельминтизации украинского бизнеса, она активно была начата именно Януковичем, когда он залазил в чужие доли. А потом еще стал хавать своих же. Конечно. Своих, придя уже с семьей вообще, да, то есть, на самом деле, те же самые олигархи, пытаясь от него спрятать активы, прятали их в залоге в западные российские банки.